Утро на радио «Спутник в Крыму». Первое информационное радио. Продолжаем эфир. У микрофона Леонид Трудяков. Еще раз здравствуйте. Говорим о нашем образовании. В Крымском Федеральном Университете продолжает реализацию проект «Цифровые кафедры». Проект предполагает получение дополнительной квалификации в области цифровых компетенций. И сегодня у нас в гостях присутствует руководитель проекта «Цифровые кафедры» Крымского Федерального Университета имени Вернадского, доцент кафедры бизнес-информатики и математического моделирования физико-технического института Олег Королёв. Олег Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Что такое цифровая кафедра? Если уместно задавать такой вопрос. Да, вопрос, конечно, уместный, потому что на самом деле само понятие цифровая кафедра, скажем так, является многогранным и не совсем стандартным представлением кафедра, когда звучит это слово. Все дело в том, что цифровые кафедры – это большой национальный проект в рамках проекта «Приоритет 2030», и все вузы, кто участвует в проекте «Приоритета», это более 110 вузов по всей стране, ведущие вузы, они реализуют этот проект. На самом деле меня тоже спрашивают, кафедра ли это, ну, по сути, то есть это не классическое представление кафедры, то есть это не отдельное помещение, то есть не отдельный штат, но это, скажем так, такая виртуальная тематическая организация, которая позволяет решать узконаправленные задачи. В этом смысле это классическая кафедра, то есть на которой собраны тематические программы, направления, дисциплины, которые реализуются, ну, с целью в данном случае формирования цифровых компетенций у студентов. Но если поконкретнее, то чем занимается цифровая кафедра? То есть это какие-то программы для всех студентов, для студентов какого-то конкретного направления? Есть ли здесь объяснение? Получается, что проект предполагает охват студентов, то есть нет ограничений абсолютно по направленности, и наоборот, даже как основной целью ставится максимальное вовлечение студентов разных направлений подготовки. То есть все бакалавриаты, специалитеты университета, у нас 54 программы, все студенты имеют право и практически со всех направлений у нас участвуют в этой программе. Безусловно, существует внутреннее отделение, и оно регламентировано изначально, ну, скажем так, оно естественное на IT-специальности и не IT-специальности, потому что понятно, что и базовые уровни различные, и требования к квалификации, постижению, но вот сама идея о том, что в современном мире фактически не существует профессий, квалификаций и сфер деятельности, в которых отсутствуют цифровые технологии, и необходимость формирования навыков в этом направлении, она именно и предполагает максимальное вовлечение и широту по направлениям подготовки, чтобы подготовить, скажем так, к работе с цифровизацией, каждый в своей сфере. То есть конечная цель – это студент или специалист, уже получивший там диплом бакалавра, диплом специалиста, получается, что главная цель – это как раз-таки вот эти навыки, да, работы с цифровыми технологиями? Да, безусловно. То есть по форме это называется программа профессиональной переподготовки, и по окончании все студенты, прошедшие этот, ну, скажем так, модуль дисциплин, при получении основного диплома бакалавра или специалитета, получат диплом профессиональной переподготовки в области цифровых технологий. И вот в этом году мы начали этот проект, ну, в 22-м, учебном, в 23-м. Вот сейчас завершаем, первый год идет проект. У нас мы реализуем пять программ по трем таким большим трекам. Один трек называется веб-разработка, то есть мы постарались максимально широко взять, потому что и достаточно мы понимаем, ну, что может быть различный уровень и входа, и выхода, и достигнутого результата в зависимости от личных интересов и вообще базовой подготовки. Вторая большая программа, в которой участвуют тоже IT, не IT-специалисты – это технологии искусственного интеллекта и анализа данных. И я считаю, что на самом деле коллеги при разработке программ образовательных руководителей и те, кто занимался заведующими кафедрами, совершили в определенной степени, ну, такой педагогический подвиг. Потому что на самом деле разработать программу, которой было бы место и IT-специалистам, и не IT-специалистам, и вывести это на некий результат – это, ну, скажем так, это абсолютно нетривиальная педагогическая задача. Более того, я, ну, наверное, не покривлю душой, если скажу, что таких задач раньше не решалось. То есть обычно классические кафедры работают в своей узкой сфере, они понимают, что, где, как, есть многолетний, там, многодесятилетний опыт, есть наработки, движения. Но создание вот таких программ, они действительно во многом, ну, скажем так, да, это было такое интеллектуальное событие, потому что пришлось пересматривать многие подходы, задачи, как подобрать задания, чтобы они были и по силам, и интересны, и не занижать, и не завышать возможности. То есть, ну, вот с этим, условно говоря, с этими задачами справились. Наши программы прошли вот прошлым летом, перед началом, экспертные советы при министерствах. Здесь хочу отметить, что проект «Цифровые кафедры» курируется двумя министерствами. Это Министерство науки и высшего образования, с одной стороны, и с другой стороны, это Минцифры. На самом деле, это тоже усложняет процесс, потому что помимо общих педагогических, да, обучающих задач, ставятся еще достаточно жесткие технологические рамки. Ведь изначально в самой постановке вот этого проекта, когда выставлялись рамки реализации программ, очень четко делался акцент, ну, это даже не акцент, требования. Это были формальные требования, к которым мы отчитывались и подбирали. Это обязательно наличие индустриальных партнеров, причем из областей цифровой экономики, то есть тот, кто работает, и обязательно наличие реальный бизнес именно из области и те, кто именно работает с цифровыми технологиями. То есть не, скажем так, не более классический вариант, а именно кто работает с цифровизацией, и наличие, опять-таки, обязательно IT-компаний в этом проекте. То есть должны быть специалисты, кто именно из области цифровой действительно вовлечен в этот процесс. И вот эту рамку мы выдерживали, и, в общем-то, по каждым программам присутствуют эти индустриальные партнеры. Они вносили, ну, скажем так, свою коррективу, вклад, где-то программы подправляли, говорили, вот это более актуально, вот это вот менее актуально, а вот это будет актуально через сколько-то лет, вы тоже вот про это, ну, скажем так, скажите, потому что, ну, об этом важно понимать тенденции очень быстро. Мы все понимаем развивающуюся область цифровизации, и действительно мы готовим как бы на будущее, да, студентов. То есть ему, чтобы дойти до диплома бакалавра и начать работать, и пройдет несколько лет, и отрасль динамически меняющаяся. Именно вот эта идея не столько сделать, вот нам говорят, вот вы пытаетесь там из, там, не знаю, филологов сделать программистов. Вы говорите, нет, подождите. Ну, мы как бы это все понимают, да, что те, кто шел профессионально заниматься, ну, условно говоря, да, филологией, то есть, понятно, они издавали другие ЕГЭ, у них базовые, ну, интересы, там, какие-то, ну, склад у масс, свои какие-то потребности, и не ставится никогда задача, ну, делать программиста из филолога. Это не исключает того, что мы допускаем, и действительно такие есть случаи, когда среди студентов филологии есть те, кто увлекаются, да, то есть они как бы, ну, сами занимались, интересовались, и у них есть к этому интерес, понимание базы, они двигаются очень интересно. Создаются истории, да, вот такие профессиональных, как это называется, индивидуальных траекторий, да, вот на стыке. Но основная задача ставится, чтобы в каждой профессиональной области максимально показать возможности применения цифровых технологий, что на самом деле везде это присутствует, да, цифровизация, что везде есть свои тенденции, везде есть свои тренды, и вот это именно как бы усиление, ну, скажем так, во многом, как минимум, это задача поднятия цифровой культуры, общей цифровой культуры, профессиональной имеется в виду, среди студентов. Ну, здесь главный, наверное, аргумент против этого, то, что за счет того, что вы поднимаете цифровую культуру, страдает там какая-нибудь другая отрасль, опять же, вот базовая, там базовые специальности или базовые, я имею в виду, предметы, которые нужно изучать там тому же филологу. Ну, вы знаете, этот на самом деле вопрос не совсем корректен, потому что здесь не противопоставляется цифровизации базового образования. Безусловно, то есть нужно понять, что, может быть, кто-то где-то и пытается выдать одно за другое, но противопоставления однозначно нет, и основная идея и форма реализации идет совмещение и дополнение. Ведь по форме и по, скажем так, по форме реализации эти программы не съедают часы основных программ. То есть если филолог, ему нужно там выслушать, не знаю, там 40 часов по филологии, там, да, вычитать, прочитать определенный объем, написать какое-то количество эссе, они будут это делать, потому что это их основная программа, и цифровые кафедры не забирают оттуда часы. Вот в этом году так реализовано. Это по факту программы дополнительного образования. Другое дело, что достаточно жесткие условия ставятся по количеству и по необходимости подготовки специалистов, и мы стараемся создать условия, чтобы это совмещение было комфортным. Да, то есть, опять-таки, с использованием технологий цифровых, и вот эта история. То есть, условно, в этом году нам нужно тысячу людей, которые прошли обучение на такой цифровой кафедре, по тому или иному направлению. Тут даже вопрос не направления, а в целом по ВУЗу. Министерство, ну, скажем так, они более крупно смотрят. Вот университет в 2023 году, вот сейчас этот учебный год заканчивается, вот мы готовим порядка 1400 человек. То есть, сейчас они как раз на следующей неделе выходят на внешнюю независимую оценку под руководством университета Иннополис. То есть, там действительно вот такие очень сложные рамки. То есть, опять-таки, это не вещь себе. Это процесс, который, ну, и контролируется, и курируется, скажем так, многими внешними организациями с целью, ну, поднятия объективности оценки подготовки, потому что программа национальная. Нет, действительно, все реализуется в рамках огромного вот этого национального проекта «Цифровая экономика». Вот там подпроект, который называется «Кадры цифровой экономики». И вот эти, скажем так, программы реализуются с 2018 года. Вот в 2024 она должна закончиться. И понятно, что государство в целом обеспечивает механизмы реализации и контроля. То есть, на самом деле, достаточно, ну, это такая нервительная, сложная процедура этого независимого контроля, потому что на чужих базах вопросников, чужие тесты, чужая система регистрации. И, ну, вот первые два у нас был, ну, входной промежуточный, вот под Новый год ребята сдавали тестирование. То есть, университет показал очень хорошие результаты, ну, скажем так, в среднем по стране. То есть, мы движемся, вот сейчас мы готовимся к итоговому вот этому последнему, скажем так, ну, квалификационному. Внешние оценки независимые через систему. Ну, и будем двигаться дальше. На следующий год у нас планы, ну, достаточно большие. И вот мы, скажем так, понимаем, что куда двигаться. И у нас, ну, задел на следующий год. Вот мы уже сейчас начинаем подготовку. Вот для ясности, это на сегодняшний день такой опциональный курс, который студент может выбрать, может не выбрать модуль. Да, на 2022-2023 учебный год, это был опциональный вариант. Ну, да, это была выборность. И получается, что программа для, независимо от направления студента, она одна и та же для всех. То есть, она одинаковая. Или есть такое, что вот этот модуль, точнее, цифровая кафедра, там, для гуманитариев, цифровая кафедра для технарей, грубо говоря. Все дело в том, что еще одной специфической особенностью вот именно реализации программ по цифровой кафедре, которая, опять-таки, нам, ну, скажем так, навязывается, регламентируется сверху документами, это проектный характер, проекты. Все дело в том, что мы тоже, скажем так, вначале достаточно скептически на это посмотрели. Но у нас, на самом деле, вариантов особо не было, потому что не дали какую-то свободу там. То есть, это не классический академический курс. То есть, вот вы пришли, вот вам классическая лабораторная, вот вы сели за компьютер и набрали отсюда, досюда, вышли, двинулись. Основная идея сводится к тому, чтобы показать, как цифровые технологии позволяют рождать некие продукты, то есть, некую завершенность логическую от этого процесса. Когда мы учимся 4 года, мы накапливаем постепенно, и эта логика выливается в законченность дипломной работы, выпускной квалификационной работы. Здесь же курс достаточно сжатый, он годовой. И вот эта проектная направленность, она, скажем так, нам и помогла в каком-то плане, потому что позволила вот те итоговые проекты, на которые ориентированы программы, разбить их таким образом, чтобы подобрать задания по интересам направленности. Ну вот, например, в рамках веб-разработки делался портал информационный, условное название, вот там, геокарта Крыма, где были много разных составляющих. Там был и веб-сервер, и сама веб-страница, то есть презентация. Была сделана, ну, скажем так, закладки, и какой-то прототип мы получаем по мобильному приложению, использование этой ситуации. Но, помимо этого, там предусмотрена большая часть, связанная с контентной работой. То есть, это подбор материалов, какие-то исторические справки, графический материал. И это же тоже все цифровые навыки использования. И вот здесь как раз-таки, то есть, гуманитарии больше занимаются контентом, содержательностью вот этого аспекта. Те, кто больше, ну, инженерные, технические, IT-специальности, понятно, они на себя берут в большей степени, ну, там, сервер, веб-страница, там, мобильная база данных. То есть, ну, по своему профилю именно. Но получается в целостности проект. Вот мы надеемся, что мы скоро уже подойдем к этапу, ну, какой-то завершенности и презентации этой идеи. Ну, будут эти вот как из защиты проектов проходить, как проектные сессии, ну, в таком, как групповой защиты. То есть, вот мы к этому тоже готовимся. Ну, вот у нас сейчас главное. Мы пройдем эту внешнюю и зависимую оценку, и дальше уже подойдем к итогу. Да, надо признать, не все сразу получилось. Действительно, сложный. Университет никогда не решал раньше подобные задачи. То есть, во-первых, скажем так, мотивировать огромное количество студентов, вот в этом году 1400, на дополнительную деятельность. Это нетривиальная задача, да, когда-то еще... Мотивировать студента, это нетривиальная задача. Нетривиальная задача, да. Плюс ко всему подобрать какие-то действительно, ну, целостные, полезные, какие-то объективные вещи, ну, проектные, да, которые, ну, видимая цель. То есть, не просто вот научить, вот, как на уроке информатики, там, набирать текст в Верде. Об этом речи не идет. То есть, а показать, что это все приводит к какому-то результату, и что действительно каждый, вот. Мы на следующий год немножко отошли, ну, мы расширили. Мы в этом году подали вот на экспертизу, уже начался процесс, мы подали 15 уже программ. И, конечно, их, ну, скажем так, специализировали в большей степени. Об этом, наверное, ну, имеет смысл сказать отдельно. Нас очень активно включились медики. Вот у нас была достаточно большая проблема. Медики работали в основном в программе по искусственному интеллекту, анализу данных, потому что это все равно, ну, это как бы ближе к ним, да, это обработки, то есть какие-то аналитические вещи, то есть это выход, ну, на, может быть, там, исследовательские, научные свои задачи. Вот. Но в этом году очень активно включились. Действительно, когда стали разбираться, оказалось, что возникло, ну, вот уже как бы возникло, можно сказать, партнерство очень интересное. У нас есть Крымский МИАЦ, центр медицинский информационно-аналитический центр. То есть это организация, которая занимается обработкой данных медицинских по всему Крыму. И оказалось, что у них тоже есть потребность таких специалистов. И когда они узнали о том, что это реализуется, на самом деле, ну, так, это были восторженные возгласы с обеих сторон, потому что, скажем так, руководство медакадемии подхватило эту идею, потому что они поняли, ну, как приложить, то есть не просто информатика, да, а это что-то, что уже приобретает, ну, пользу профессиональную. И МИАЦ сказал, слушайте, ну, нам нужны эти специалисты. У нас потребность, у нас тоже планы, нам нужно, мы там развиваемся, центры открываем, нам тоже нужны подготовленные специалисты. И второе очень интересное по медицине возник, это, если я сейчас правильно вспомню, простят меня медики, если я ошибусь в терминологии. Мы им не скажем. Мы им не скажем. Это по генетическому моделированию, там есть секвенирование, по-моему, называется, вот программа, там есть лаборатория, есть инициативные люди, кто занялся этой проблемой, создали программу, и мы специально для медиков, но мы никогда не... Ну, то есть идея в том, чтобы не ограничивать, мы предполагаем, что в эту программу будут также включены студенты биологии, может быть, кто-то из химиков, ну, оно как-то, да, по крайней мере, близкие какие-то области, то есть они пройдут, обучатся работе в специальных программах, то есть какие-то вот эти именно навыки работы с генной моделированием, ну, каким-то, может быть, первичным. Понятно, может быть, они там не будут создавать там людей X сразу, да, но какие-то типовые, рутинные задачи, они все равно там решаются, и знакомство с этими технологиями очень важно. Более того, вот этот толчок, наверное, действительно, я считаю, что, ну, один из наиболее как бы побочных, но важных эффектов. Выяснилось, что не все преподаватели готовы к цифровизации своей области, да, потому что очень часто люди сидят, ну, в какой-то своей профессиональной, вот, ну, там есть 5-6 его любимых дисциплин, вот, которые вот он хорошо знает, он их прекрасно читает, может быть, лучше всех, но, ну, скажем так, дальше никогда не шел. А когда возникла вот эта ситуация, и на самом деле, поскольку очень большие потоки, то надо привлекать большое количество людей, и мы начали процесс профессиональный, ну, до обучения, переподготовки самих преподавателей. Вот мы запустили сейчас... Я думаю, это с ковида еще началось, да? Вот с ковид так пробудил вот эту вот необходимость научиться пользоваться дистанционными программами разными для дистанционного обучения. Ну, это больше, да, были профессиональные в области образования, то есть это когда инструмент педагогический, а здесь именно пошли по программам профессиональных цифровых. Вот у нас очень интересно, для нас самих неожиданно возникла программа цифровой лингвистики. Нашлись инициативные люди, кто сказали, слушайте, ну, у нас же в лингвистике тоже есть целые системы вот всевозможных вот этих семантических сетей, связей, тезауруса, еще что-то. Вот это же все цифровизируется, вот эти все, да, то есть, ну, условно говоря, гипертексты, как научное понятие, ну, не как там веб, да, а такие. И они стали разрабатывать, тоже подобрали, и тоже говорят, слушайте, мы можем, вот у нас есть два человека, ну, кто хорошо понимает, нам надо дообучить еще четырех. Вот мы тоже люди пошли, вот сейчас в рамках проекта тоже проходят переподготовку и более активно включатся. И так вот подтягиваются, ну, скажем так, очень многие. Мы стараемся, вот сейчас эти рамки раздвинули, и профессиональные, и более узкие, чтобы подобрать, ну, больше интересов, в том числе это скоординировать с развитием, ну, и отдельных институтов, университетов в целом. И я считаю, что, ну, потенциал у программ следующего года, ну, там много интересного, там будет и проектов больше, мы уже больше 20 индустриальных партнеров нашли в разных областях, и действительно, и нам, как бы, так намекают сверху уже давно из министерств, что вы же интегрируетесь в Крым, ну, в регионы, ищите, для кого вы готовите. То есть абстрактный специалист, это хорошо, но желательно, чтобы ваши специалисты вообще в идеале, да, после этих курсов человек должен уйти туда работать. То есть все-таки рынок труда здесь определяет, очень серьезную роль играет, точнее, даже, да, в формировании этих программ. Да, я же говорю, что когда индустриальные партнеры стали подключаться, стали интересоваться, а что, что, мы им рассказываем, и говорят, о, отлично, говорят, а вы можете в программе вот добавить такую тему? А вы можете, вот, мы говорим, нет, мы не можем, говорят, ой, давайте мы сами придем, мы вам расскажем, мы этого точно знаем, вот вы молодцы, говорит, но вот мы вас научим. Мы сейчас сделаем правильно, да. Да, ну, и мы вас научим, и студентов научим, и они очень активно стали, ну, они же заинтересованы тоже, правильно, ему потом за свой счет доучивать специалиста, или уже во время учебы, то есть он выходит и уже фактически имеет тот навык, который, что называется, из защиты диплома уже сразу на рабочее место, ну, бесшовно, да, какой-то такой переход. И, в общем-то, в этом и есть задача всех этих проектов. Олег Леонидович, буквально у нас минута остается еще насчет диплома, я так понимаю, да, или документа, который получает человек в дополнении к диплому о высшем образовании, его статусность. Здесь есть ли какой-то юридический вопрос о том, где-то котируется, где-то не котируется, кто-то принимает, кто-то не принимает, нужны ли здесь какие-то еще изменения? Это совершенно законный, зарегистрированный во всех, ну, в РДО-системе диплом о профессиональной переподготовке, дающий право заниматься профессиональной деятельностью. Руководитель проекта цифровые кафедры Крымского федерального университета имени Вернадского, доцент кафедры бизнес-информатики и математического моделирования физико-технического института Олег Королев был сегодня у нас в гостях. Олег Леонидович, вам большое спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Утро на радио «Спутник в Крыму». Мы готовим вас к новому дню.